Ура! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это моя четвертая чрезвычайная новинка, которую я еще обещала распечатать в коллекции куклы Барби, то есть в обзоре куклы Барби Тереза. Забыла, в общем. Ну, Тереза, вот стиль 2, который. И почему ура? Потому что, смотрите, я так его долго ждала. Это же новая кукла, это же из всех новых вообще кукол новая. Ну, из новых Эверафтер. И, наконец-то, он у меня, и я его заказала в магазине Империя Кукол, который находится, конечно, в Москве, у нас в Томске такой нету. Но Алистер ко мне пришел за 8 дней, очень быстро. Он день через день уже из Санкт-Петербурга вышел, потом оказался в Новосибирске и в Томске. Все, 7 апреля я его уже забрала. Жду еще 2 новинки, естественно, я из Империи Кукол. Но пока это секрет какие. Но что-то они запаздывают. Сегодня уже 9 апреля у меня. Кстати, сегодня 9 апреля 2016 года. У меня годовщина моей самой любимой куклы Эверафтер. И вообще, из всех моих кукол, любимых, это Брайер Бьюти. Ровно год назад, 9 апреля 2015 года, я ее сегодня купила. Ну, и по случаю, как у меня сегодня выходной. Это в том году была пятница, в этом году это суббота, 9 апреля. И вот, просто раньше не могла распечатать ее и всех остальных кукол. Это Туру, Мелодию, Барби и вот Алистера. Ну, от чего-то сегодня должны они приехать. Те 2 новинки, которые заказала кукол из Эверафтера, они должны были уже сегодня 9-го быть в Новосибирске. То есть, отбыть уже. Алистер прибыл в час ночи в Новосибирск. И отбыл уже в 7 утра оттуда, поехал уже в Томск. Вот, и поэтому он пришел. А сейчас, не знаю, что-то нету их пока. Двух новинок в Новосибирске. Они даже туда не прибыли еще. Может быть, только потому, что суббота, наверное, выходной. И они, наверное, не возят. Поэтому, наверное, в понедельник только повезут. Может быть, даже в среду доставят. Я-то думала, в понедельник мне уже доставят их. Но, надеюсь, что до четверга эти 2 новинки точно у меня будут уже. И я сниму на них обзор сразу же. То есть, куклы в империи кукол всеамериканского релиза. И это доказано. Они американские. Почему? Потому что вот я вырезала картинку из коробки. И, как вы видите, все написано по-английски. Текста по-русски здесь нет. Ни единого слова по-русски. Все по-английски. Так же, как и в его истории, тоже все по-английски написано. Вот вся английская история. И здесь, и тут. Ни единого слова не написано по-русски. И вот тоже она была на коробке такая вот эта. Я ее вырезала, потому что я это все вырезаю. Саму коробку выбрасываю. Потому что хлам мне незачем держать дома. И вот здесь также написано. Алистер Ван Делиэнд, Сон оф Алис. Вот по-английски Сын Алисы, значит, здесь. Здесь обычно у моих куколевых авторов у всех написано по-русски. Текст есть русский. А здесь, видите, написано роял. Вот. У некоторых этого не написано. И здесь просто корона нарисована. И вот здесь вот тоже. Вот здесь не написано. Здесь написано, значит, он из Америки. Кукла американская. Вот. И что еще меня разочаровало в нем, это его, конечно, одежда. Здесь выглядит, то есть, вот здесь вот видно, что как майка. Но когда я его распечатала, увидела, что она пришита. То есть, это полностью отдельно, вместе костюм идет. И майка, и вот этот жилет. И снимается он, естественно, вот здесь вот сзади, весь на липучках вместе с майкой. Я-то хотела снять вот этот вот жакет синий, оставить его в майке. Но сначала еще подумала, что у него какая-то майка не такая. Ну, когда рассматривала картинки, промо-картинки его. И думала, может быть, оставлю все-таки так. Но все-таки это как-то не очень разочаровало меня, да, что вот это все пришито. Могли бы сделать у Хантера отдельную куртку и майка. И у Декстера также. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Так что ставлю так. И еще разочаровали меня штаны. Видите, штаны не до конца. То есть, я хотела еще ему штаны вытащить из сапог. И заправить вот эти все сапоги, то самое, вот здесь вот штаны. Потому что, как бы, такие, ну, сапоги мощные, прям как у охотника. Мне что-то они не очень тоже понравились, как бы, ну, поэтому я хотела заправить. Но сначала думала, что, посмотрю, может быть, мне так понравится. Но у него там оказались почтальники. То есть, они вот как идут. Как бриджи. Вот. Не до конца. То есть, ниже колена, но не до конца. И здесь тоже открытое пространство, что очень большое. Придется вот здесь заматывать вот так вот резинкой, чтобы сапоги были вот так вот вместе. Видите, еще сделано. Есть сверху. Подставка тоже у него есть. Вот. И куклы, кстати, там в империи кукол очень качественные. У них шарниры очень тоже тугие, что мне очень нравится. Потому что я не люблю разболтанные шарниры. Слишком слабые. Вот. Значит, это у нас Алистер Вандерленд. Он у нас сын Алисы, и это базовая кукла. Но я скажу сразу, хоть и Банни у меня есть, но мои куклы живут не по мудфильму. И Алистер прибыл у меня не к Банни, а к Дарлинг Чарминг моей из коллекции Игры Дракона. Вот. Это он, ее жених. Банни, я считаю, что он с ней не пара. Потому что даже в мудфильме никакой любви у них нет. Алистер относится к ней как к Банни, то есть как к подруге лучшей. Это Банни что-то себе там навозомнила. Она вообще коротышка. И я считаю, что очень смешно и стремно, когда идет вот такая вот девушка и вот такой парень, жираф. Это вообще смехота. Ну или наоборот, какой-нибудь тоненький и жирная корова. Ну, я считаю, что это смешно. Да, любовь может быть разной, бывает всякой. Кто-то любит таких, но я считаю, что это смешно. Я бы к долдаку даже бы не подошла. Или к жирному парню. Потому что я бы сама бы ржала бы, наверное. От зеркала бы не отходила, стояла бы и ржала бы, пока бы со смеху не валялась. А то же смешно. Маленькая мышка и жираф рядом идет. Кошмар вообще. Есть и высокие девушки, пускай высокие девушки встречаются с высокими парнями. А маленькие с маленькими. Это уже смехота, когда жираф с мышкой идет. Поэтому Алистер для Бани не подходит. Она ему как сестра практически. У Алистера у нас белые волосы. Он блондин. Что еще только что вытащила из подставки. Это просто здесь вот локон падает. Потому что я задела его коробкой и расквасила половину волос. Ну, то есть из лака вон вырвались. Но я все равно сейчас помою волосы. Потому что я таки не оставляю куклам волосы. Это лак. Блин, эти штырьки торчат. Так как они меня бесят, эти штырьки, которыми они его здесь голову приколачивают к коробке. Это кошмар, блин. Их вообще не обрезать. Я их обрезаю вот шипчиками вот этими старыми кусачками. Вот. Значит, глаза у него голубые. Кстати, вот здесь он вообще лапочка. Прям секси такой на коробке. Ну, то есть в мультике он тоже прям хорошенький такой. Ну, кукла сделана уж не так, как волосы. Ну, видите, взъерошены здесь немножко. Но он все равно очень красивый. И мне очень нравится. Это мой третий мальчик из кукол Ever After. Декстер у меня уже есть. И Эшлин с Хантером тоже есть. Кстати, пара у меня Декстер. Не с Рейвен. Рейвен я вообще терпеть не могу. Я вообще ненавижу. Она такая бука. Я купила Миру Шарц. Миру Шарц это лучше, чем это Рейвен. Рейвен у меня осталась злой королевой и приняла свою судьбу. Вот так. Потому что здесь в основном на коробках, вот здесь вот, если по-русски читать, то есть здесь написано, что создать свою судьбу. Вот я и сделала. То есть свою сказку. Вот я и сделала свою сказку. Создала королеву Мира у меня добрые. А вот ее дочь Рейвен, она у меня стала злой. Потому что куклу они сделали вообще, я считаю, что Рейвен Квин базовая вообще не удалась. Рейвен Квин самая лучшая из всех вообще Рейвен Квин коллекций, это Игры Дракона. Вот там она самая нормальная. Но она очень дорого стоит. Тем более Рейвен Квин у меня уже есть, поэтому я покупаю только одну куклу из одной коллекции. А остальные это уже повторы. Мне они не нужны. Если только кукла, конечно, очень офигенная, как, например, Тури Ли Страйп из Тверка Шеппитоут. Я ее купила. У меня две Торы. Вот такая вот, я как уже говорила, у него пиджак вместе с майкой пришита. То есть у него она пришита вот здесь сверху. Вот здесь вот не пришита. И пришита вот здесь вот тоже. Вот здесь пришита и вот тут. Хорошо, что еще Алистер не такой коротышка, как всей Страны Чудес. Ну, это, наверное, потому что он сын Алисы. А Алиса, она как бы не из Страны Чудес. Она просто заснула и попала в Страну Чудес под деревом. Но, наверное, все-таки она объелась каких-то грибов или галлюциногенов. Потому что она потом после Страны Чудес там же и очнулась под деревом. И, оказывается, ей Страна Чудес приснилась. Она вообще не существовала. Ну, как бы, судя по... Вообще, по инерции, по модфильму. Вот. И вот у него такая вот на плече висит фляжка. Вот. Здесь веревочка, кстати, двигается. Она тоже вот так двигается по веревочкам. Вот. И вокруг своей оси. Кстати, дженер веревочки можно тоже снять. Кстати, здесь у него вот эта вот цепь, видите, как здесь на картинке. Она должна быть желтого цвета. А вот здесь вот она у нас коричневого цвета. Ну, не раскрасили. Посчитали, наверное, не нужно. Меня вообще сейчас в последнее время бесит так. Производители Матери и вообще вот этих кукол Эверафтера. Они сделали Деринга вместе с Розабеллой из коллекции «Эпическая зима». И там Деринг оказывается у нас с пластмассовыми волосами и без шарниров в коленях, как мне сказали. Это вообще жуть. И как же его посадить, Деринга этого? И улыбка у Деринга, как у Квазимоды. То есть он хуже вообще всех кукол. На промо-фото он с Розабеллой вот такой же, как и Алистер практически, только в одежде Деринга. Но куклу же сделали кошмарно ужасной. Не знаю, даже хотела Деринга купить раньше с Розабеллой. Но Розабелла у меня уже есть и Деринга, наверное. Не буду покупать такого страшного, но там посмотрим. Но пока я его не куплю. Он очень страшный. Он страшный даже чем Монстр Хай. Это вообще ужасные куклы-зомби надо выпускать. Такого Деринга, как и создали. Куклы-зомби натуральный Деринг. Он на зомби похож. С таким же успехом можно купить Алистера. Снять с него одежду. Сшить ему или купить одежду, как у Деринга примерно, если кто шить умеет. Или купить можно. Сейчас люди продают различные одежды от кукол отдельно. И все. И это будет Деринг. И все. Или можно Декстера купить и волосы ему перепрошить. Хотя зачем перепрошивать, когда можно Алистеру купить. У него такие же волосы, как у Деринга. Ну и в общем вот штаны вот такие. Они хоть отдельные снимаются. Они пришиты вместе с кофтой. Ну и вот такие вот сапоги. Я уже сказала, штаны у него вот. Коротенькие. И вот такие вот тоже сапоги. Мощные такие и большие коричневого цвета. Ну в общем, вот моя новая кукла. Это кукла-мальчик. Сын Алисы в стране чудес. Алистер Ван Делент.